В Камышине по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника частного охранного предприятия. Все подробности в ежедневной сводке происшествий от сотрудников пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградские полицейские разыскивают подозреваемого в мошенничестве. Потерпевшей от преступных действий стала 63-летняя жительница Советского района. В пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил о том, что ее сын якобы подозревается в совершении преступления и за денежное вознаграждение он готов ей помочь. 150 тысяч рублей пенсионерка передала неизвестному по месту жительства. А в Камышине по горячим следам полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на сотрудника частного охранного предприятия. Во время совместного распития спиртных напитков двое малознакомых молодых людей под угрозой ножа похитили у потерпевшего телефон, а также ключи от автомашины и квартиры. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции были задержаны двое ранее судимых местных жителей. В настоящее время они находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело. До двух лет лишения свободы грозит жительнице Лавлинского района, подозреваемой в совершении ложного доноса. Накануне подозреваемая обратилась в полицию с заявлением об угоне, принадлежащей ей автомашине с территории ее домовладения. При этом женщина уверила стражи порядку, что угон совершил ее бывший сожитель. В ходе проведенной проверки полицейские установили, что жительница Иловли совершила ложный донос после очередной ссоры с сожителем. Факт незаконного изготовления оружия выявили полицейские в Михайловском районе. В ходе осмотра домовладения 70-летнего пенсионера полицейские изъяли обрез охотничьего ружья, который переделал сам подозреваемый путем укорачивания ствола оружия. В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем совершенного преступления, либо противоправные действия были совершены в отношении вас, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или сообщайте по телефону 02. Продолжение следует...